Есть ещё ум. Что это такое? В уме есть три типа энергии, которые идут от души. То есть я — душа. У души есть три составляющие сознания или её энергии. Сознание — это энергия души. Три составляющие сознания. Первая составляет желание жить. Все хотят жить, никто не хочет умирать. Вторая составляющая — любовь, желание любви, счастья, гармонии. Третья составляющая — знание или преодоление трудностей, разобраться, понять, победить. Три составляющие энергии души. Первая составляет желание жить у всех. Все хотят жить, мужчины, женщины. Просто оно по-разному проявляется. Женщина готова пожертвовать ради детей себя, мужчина — ради страны и ради жены. И так далее. То есть, понимаете, каждый может пожертвовать свою жизнь ради чего-то. Что он сильно любит, во что он верит. У каждого свои принципы в жизни. Но жить все хотят всё равно. Только когда человек сходит с ума, то есть в уме находится вот это желание жить. Но когда человек сходит с ума, означает его психическая структура лопается. Тогда он уже не понимает, что он хочет жить. Он хочет жить всё равно, но этого просто не осознаёт. Итак, желание жить у мужчины и у женщины одинаково. Теперь желание любви. Если душа, находящаяся в психическом теле, в следующей жизни, хочет любви, то есть она ещё не родилась, просто висит в воздухе в психическом теле, хочет любви в следующей жизни, гармонии, ласки, заботы, внимания, то она рождается в женском теле. То есть само желание любви усиливает энергетику психического канала. То есть есть три психических канала главных. Первый идёт вдоль позвоночника, посередине называется сушумно, наполняется желанием жить. И долголетие человека зависит от этого канала. Если человек аскетичен, он хочет, он преодолевает трудности, значит жить будет долго. Если человек в принципе такой ослабленный, ну как бы, что воля, что неволя, всё одно, значит жить будет недолго. Потому что желание жить зависит от того, насколько человек хочет жить, способный жить. То есть это в сушумне находится. Человек работает над собой, трудится, на работу ходит, не спит, не сачкует, как бы преодолевает трудности, значит жить будет долго. Если человек, как бы, его ничего не интересно в жизни, значит жить будет мало. То есть центральный канал отвечает за здоровье и продолжительность жизни. Два канала по бокам. Один с левой стороны. Отвечает за любовь. А второй с правой. Отвечает за волю человека и знания. Ну то есть с левой стороны, когда человек хочет гармонии, нежности, любви, то сразу вот этот канал левосторонний в тонком теле начинает очень сильно усиливаться. И в результате какое тело грубое начинает формироваться? Ласковое, нежное, чувствительное, заботливое, красивое. Для чего? Для того, чтобы любить. Раз как бы душа родилась для любви, для гармонии, для семьи, для ласки, для детей, для внимания, для заботы, для отношений. Значит тогда такое тело формируется. Какое тело? Чувствительное тело. Мужчина. Женщинам. Так или нет? Тело чувствительное. Все, что угодно, не оденешь. Все, что угодно, не покушаешь. Тело чувствительное. Мужчины слышали или нет? Чувствительное тело. Если ты женщина, раз, ты как меня трогаешь. То есть ее нельзя просто так трогать. Надо аккуратно. Чувствительное. Мужчина какое тело? Крепкое, волевое, способное переносить трудности. Оно сразу таким становится. Маленький мальчик, допустим, мама по попе своего ребенка маленького, он три года бьет. Он такой, Первый раз. Второй раз бьет, он такой. Третий раз по попе бьет, он такой. И она говорит, тебе что, не больно? Он говорит, нет. Он привык. Мужское тело, он по попе уже не больно. Ей руку больно, а ему по попе не больно. Потому что у него мужское тело. Думаю, блин, что же с ним делать теперь? Он уже привык по попе, что его по голове пить? Поднимите руку, кто испытал такой эффект, что у попа тренируется мальчик. Становится тренированной, как бы и не больно ей становится. Мужское тело, то есть оно тренируется, оно способно переносить холод, голод, жару, боль и так далее. Так устроено. То есть мужское тело предназначено для побед над судьбой. Оно предназначено для преодоления трудностей, для терпения, для выносливости, для смелости и так далее. Женское тело предназначено для нежности, красоты, ласки, внимания, заботы, смирения, скромности и так далее. Ну то есть есть левый психический канал, вдоль центрального, он отдает женские энергии человеку, и мужчине тоже. А есть правый психический канал, человеку дают мужские энергии. Есть ли в женщине мужские энергии? Есть. Ну то есть правый психический канал у женщины с правой стороны называется пинкала Надя. Надя означает канал, пинкала означает мужской. С правой стороны у женщины работает три раза слабее, чем у мужчины, а левый в три раза сильнее. И левая сторона тела отвечает за отношения, за личную жизнь, за левый глаз, левое ухо, левое название. Все с левой стороны женская часть тела, с правой стороны правая часть тела человека. Отвечает за мужскую природу. Продолжение следует... Продолжение следует...